Здравствуйте, дорогие студенты! Я Джабарна Феруза, ассистент кафедры терапевтической и спонтологии Бухарского Государского Медицинского Института. Сегодняшняя наша тема, мы поговорим про эндо-доступ. Эндо-доступ является из важных этапов в эндо-донсии. Сегодня мы будем говорить про доступ к каналам, один из первых важных этапов эндо-лечения, объективные критерии, легкое обнаружение всех устьев каналов и свободное прохождение до пекальной части канала корни. Сейчас поговорим про объективные критерии. Объективный критерий является легкое обнаружение устьев каналов, при этом обзор должен быть, когда вы смотрите, все устья должны быть четко и, как бы, вам видны должны быть, все каналы должны, как бы, прямолинейные до апекса. Прохождение опекальной части канала при этом важно. Свободное прохождение должно быть. Необходимые инструменты, которые используются при эндо-доступе. Стандартный набор инструментов, это зон, зеркало, пинцет обязательно. Шароведный набор номером два и номером четыре. Физсорный набор с безопасным кончиком является неагрессивным. Это донстический зон, набор фаулов и гейт-сплитин-дрилы, как бы, весь набор. Шприц для ирригации каналов. Теперь обговорим про необходимые инструменты. Зеркало обязательно должно быть у нас, потому что он увеличивает, и мы смотрим, как бы, направление устья, какие, сколько каналов, сколько устьев, все это определяем. С помощью зонта мы определяем направление нашего канала, и, как бы, прохождением мы зондом определяем устья. Кроме этого, мы с помощью эндо-доступного зонта определяем наличие крыши, если у нас осталось, нет, ну, потому что мы должны всю крышу, пульпу, биткамеру, крышу убрать. Экскаватор нужен для удаления некроческой массы. Кроме этого, штофер-годилка, пинцет. Пинцет двух видов нам нужен, об этом обговорим. И, кроме этого, шпатель для пламбирования. И эндо-иголка. Эндо-иголка, бор и фару. Необходимые инструменты. Необходимые инструменты. Здесь сказано боры, как бы, в которых мы боры говорим номером 2 и номером 4. Боры, которые, смотря на объем коронковой части, мы будем его использовать. Бывают коронковые части более, как бы, больше 4 миллиметра, когда длина коронковую пульпу дно, чтобы попасть, чтобы устья определить, когда у нас пульповая камера отсутствует, начинается с устья. В этом случае мы используем длинные боры. И, кроме этого, когда ближе к бифуркации, когда вот имеется длинный тип, мы используем специальные боры с безопасным кончиком. Вот здесь показано безопасным кончиком. Это когда мы уже работаем на дно пульповый камер. Когда работаем, мы его используем. Необходимые инструменты. После удаления пульповой, как бы, крыши, вот этот, после, после, после ампутации пульповой камеры, пульпу-пульпы сверху части, мы, как бы, после определения устья, мы расширяем устья. Для этого необходимые инструменты являются, как бы, зонт, зонт и гейтс-глидинг-дрилл. Гейтс-глидинг-дрилл от одного до шести номеров мы это используем. Но работаем мы гейтс-глидинг-дрилл на трех одной части. У него кончик тоже безопасный. Мы с помощью его, как бы, расширяем верхнюю часть канала. Необходимые инструменты, кроме этого, являются файлы. Как бы, файлы бывают от 6 до 140 размера. До 40 размера мы их используем на каждый, как бы, размер разный. После 40 до 60, они по 5 умножаются. Как бы, здесь цветовая кодировка имеется. Запомнена до 40 у нас, как бы, цветовая кодировка повторяется. После этого от белого 15, как 45, 90, вот так идет. А и так у нас идет. Эта цветовая кодировка стандартная является. Необходимые инструменты, это эндодонтические зонки. С помощью его мы определяем густи, определяем направление густи, как бы, направление каналов, определяем. Кроме этого, специальные эндодонтические зонки имеются. Мы с помощью его проверяем, как бы, есть ли нависящие края крыши. С помощью густиопределения мы его убираем. Техника выполнения. Проведение диагностики. Как бы, после диагностики мы делаем анестезию, смотря, какой зуб является. Удаление всех корезных поражений обязательно. Внедрение в пульповую камеру. Наложение в обердамы для изоляции рабочего поля. И раскрытие пульковой камеры. Создание прямого доступа к каналу. Как бы, каждый этап очень важен. Каждый этап, про каждый этап мы рассмотрим. Диагностика исследования, как бы, является первый этап диагностики. Для определения нам нужен размер, формы, локализация пульковой камеры. И длины канала корень. Для этого, как бы, рентген является дополнительным, но для диагностики эндодозива является, как бы, основным является. То, начиная, как бы, открытие эндодоступа для диагностики, мы обязательно должны сделать рентген. Почему рентген мы должны сделать? Потому что, с помощью него, как оно, карта, мы можем знать, объем пульковой камеры, длинную апекса, как бы, имеется ли у нас, как бы, доступ, какой у нас будет канал суженный. Какой, как бы, мы имеем, как, может, мы запланируем, сможем, наши будущие действия. Анестезия, анестезия мы делаем, как бы, в этом случае показано, инфильтрационная анестезия, как бы, какой анестезий, как бы, вам метальный, инфильтрационный, дуберальный, мандибулярный, какой вид анестезии подходит, эту анестезию делаем. После этого, как бы, мы изоляцию операционного поля с помощью, при помощи Робердама делаем, просто, как бы, он является нашей эндодонтией, это, как бы, маленькое, чурургическое поле. И мы должны изоляцию сделать от слюны, от жидкости десны, от всего. Поэтому, обязательно, изоляция при помощи Робердама, это является обязательной частью. После этого, удаление всех инфицированных тканей, и создание полости для пломб. Как бы, я всегда говорю, как бы, сами микробы, как дошли до пульковой камеры, и вам легче будет, после удаления кариозных пульков, бывает, и все, что скрытие пульковой камеры, как бы, автоматически является. И поэтому удаление инфицированных тканей обязательно, потому что у вас, если вы без удаления возьмете доступ, как бы, откройте, берете пульпу, как бы, рог, пульпу, откройте, тогда вы инфицированную ткань, зараженную ткань, облигатную, факультативную, всю инфекцию, у вас попадет в пульповые камеры. И в будущем это может повлиять на ваше лечение, будущий шаг, как бы, этот, осложнение, какое будет, это может повлиять. Поэтому удаление всех инфицированных тканей обязательно и создание посева, создание полости для пломбы, как бы, пломбы, для открытия рога пульпы. Внедрение пульповых камер. Внедрение пульповых камер для каждого зуба по-разному, как бы, для передних центральных рисов, для маляровок, для прималяровок, как бы. Если вы топографию хорошо знаете, как бы, вы можете, к примеру, передние зубы, они корни расположены латерально. И когда мы эндодоступ открываем, смотря на направление корни, мы делаем эндодоступ. Раскрытие пульповых камер. Примерно, перпендикулярно зубу переднему центральному зубу с помощью шаровидного бора на микромоторе главным движением изнутри к наружу удаляют остатки крыши камеры. Создание прямого доступа после вскрытия, создание прямого доступа с безопасным кончиком бора, используем. Окончательная форма доступа придается с помощью безопасным кончиком бора, балмазным бора. Этапы создания эндодоступа, к примеру, передних зубов. Здесь, как бы, вы перпендикулярно открываете пуль, после этого безопасным кончиком, вот на третьем этапе, вы удаляете, как бы, прямой доступ для фала делаете, чтобы фал прямолинейно заходил до апекса. Потому что изгиб, большой изгиб фала может быть сделан, у него кончик активный, как бы, перфорацию может сделать. Поэтому у вас игла должна быть прямолинейный доступ, должен у вас апекса, чтобы вам не мешало, как бы, вот эти остатки крыши, которые вы убираете, вот это все должно быть прямолинейно у вас. Дополнительные методы исследования. Бывают такие случаи, что, как бы, устья, как бы, пульковые камеры не имеются, канал начинается с устья, как бы, дентиклы имеются. Для этого используют дополнительные методы исследования. Одно из них, преимуще, фиброаптического света. Когда мы делаем этот фиброаптический свет, мы можем сказать, нам видно, как бы, как темнее часть этого зуба, значит, здесь расположена устья, каналы. А в других местах, как бы, розовый оттенок от Диснейда. Кроме этого, дополнительные методы исследования. Это можно сделать с помощью, когда вы открыли, но при этом у вас канал доступ не имеется. Вы не можете определить канал. Вы можете, как вы канал открыли этим бором. Можете воск использовать. Воск вам поставить этот, как бы, бор. Можете бор поставить и пойти на рентген. С помощью, когда мы идем на рентген, мы можем сказать, на правильном направлении идем или неправильном направлении идем. Вот с помощью рентгена здесь сказано. Как бы, вы можете или большой размер, 120-й гуттаперти поставить, и, как бы, зафиксировать его и определить направление. Мы идем по правильному пути. И, как бы, вам облегчение идет при вашей работе. При центральных лицах, при других зубах, маляров, при малярах. Этот метод тоже очень хорошо. А, как бы, сегодняшняя лекция у нас была, как бы, доступ. Спасибо за внимание. Продолжение следует...